Айрат выписал подряд числа 1, 2, 3, 4, 5 и так далее, внимание, в некотором месяце, то есть закончил он то ли на 28, то ли на 30, то ли на 31. Значит, Айрат выписал без пробелов все числа некоторого месяца и покрасил 3 дня рождения своих друзей. Никакие 2 из покрашенных дней не шли подряд. Айрат, оказалось, что все непокрашенные участки состоят из одного и того же количества цифр. Скажите, пожалуйста, первое число покрашено или нет? Покрашено. Нет. Понимаешь, что делать? Если ответ возможно, то нужно дать пример того, что вот так он покрасил, первое число покрашено, и дать пример того, что вот так он покрасил, первое число не покрашено. То есть, если вы говорите «возможно», это значит, что с вас два примера. Да, что? Могу. Мальчик по имени Айрат. Мальчик Айрат выписал все дни некоторого месяца без пробелов, без запятых, просто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 1, 1, 1, 2. Некоторого месяца. В месяце сколько дней бывает? В месяце 29. Совершенно верно. 29 тоже бывает в высокоскоростный год, да. Вот. А дальше покрасил три особых дня. Дни рождения своих трех друзей. Оказалось, что рядом эти дни, ну, не находятся. То есть, между ними есть какие-то недни рождения, между любыми двумя. И оказалось, что они разрезали эту вот ленту на три равные по количеству цифр части. Вопрос. Первое число месяца – это день рождения или это не день рождения? Я в нужном месте, вообще, слова «цифра» и «число» разные. Я говорил правильно условия. Да, что? Нет, не знаю. Отлично, вы решите, пожалуйста, задачу. Нет. Пожалуйста, пустите руки. Несколько минут, просто порешайте, подумайте. Вообще-то, это была самая трудная задача олимпиад шестого класса. Поэтому не надо вот так уж думать, что вы могут. Да, еще, ребята. В течение всех-всех-всех лет до написания работы дают два часа. Это вечная проблема для большинства участников олимпиады. Очень многие не успевают. Поэтому все, кто туда придут, пожалуйста, не расслабляйтесь, не думайте, что, а вот мы тут переспросим. Любимое занятие школьников – начинать поднимать руку и задавать вопросы по условиям. В надежде, что, а может быть, жюри подойдет, и нам что-нибудь, пока рассказывают про условия, что-нибудь про решение расскажут. Уверяю вас. Студенты, они, конечно, наивные, они, конечно, молодые, но они все-таки не такие идиоты. Ребята, не расскажут они вам решение. Они вам действительно ответят на любой вопрос по условию, но вы на этом потратите время, а главное, никакой информации, кроме того, что написано в листочке, все равно вы не получите. И все равно по правилам Олимпиады не важно, что вам говорил у жюри. Важно, какое условие на листочке, которое вам дали. Да, что? А может, я решила задать, возможно, если это будет пример, где 30, 30, 30, 1, 2. И что? И ты вот прямо сказал, какие закрасить? Да, что? В месяц получается 3 дней, потому что 28 на 3, 9 и 31 на 3, 10. Такая проблема. Вы не знаете, закрашены какие одноциферные или двуциферные числа? Бывают числа однозначные, бывают числа двузначные. Поэтому все не так просто. Точно может сказать, что закрасим последнее первое число. Потому что первое число не может не закрасить. Почему? Потому что если мы закрасим, не закрасим первое число, то как бы у нас получится, что у нас будет часть первого числа закраса. Понятно. Пока решений у вас нет. Да. Если 31 день в этом месяце, то число я закрашу на закрасу. Продолжение между длиной и 14 числа. Я не понимаю. В длину мы смотрим не по числам, а по цифрам. Хорошо, Коль, давай я скажу решение. Да. Посчитаем количество цифр от 1 до 31. В числах от 1 до 31. Я умею 2 умножить на 31. Минус 10. Пиши. 2 умножить на 31. Умножить на умножение. Да. Минус 9. Понятно, почему минус 9? Потому что первые 9 дней, они однозначны. Равно? Нет. Равно. 62 минус 9. 50 лет. 50 лет. Пусть самый маленький день рождения будет знозначным. Да. Тогда вот здесь, кто перед ним хвостик, будет хотя бы из 9 цифр. Да. Пишем 9. Но это 4. Почему это 4? Потому что промежутки равны. А вдруг последнее число окрашено. Тогда промежутков всего лишь 3. Если первый день не окрашен, первый это не день рождения, тогда может быть, что промежутков всего 3. Или может быть 4. Да. Вот давай спрашиваю. Если 4 промежутка, да. Вот такая штука. Плюс. Да. 6. Да. Плюс 6 это точно. Это сами дни рождения столько цифр. Правда. 36. Плюс 6. Это 42, да. Нормально. Что у нас? Теперь посчитаем количество. Нет, секунду. Это как раз нормально. Это никакого противоречия нет. Если ты хотел получить противоречие, то надо было, наверное, наоборот говорить. 28. А? 28. Нет, и 28 тоже будет все нормально. Господа, надо было начать с того. Пусть не окрашено первое число и окрашено какое-нибудь число от 1 до 9. Вот тогда действительно, представь себе, девятка или меньшее число окрашено. Тогда что будет? То есть вот это надо просто чекнуть. Сразу после того, как пройдут вот эти вот 4 лекции Пашенко, на которые я очень советую сходить, будут четыре лекции не менее замечательного человека, Кирилла Юрьевича Яськова. Это человек, в общем, если столь же удивительный, как Андрей Николаевич. То есть Яськов – это человек, который написал продолжение для книжки «Властелин колец». фильмы смотрели или сказку читали, «Толкен». Совершенно замечательная, да? Сказка, напомните, Фродо, Грендель, да? Замечательная. Так вот, Яськов подумал. Все, конечно, замечательно. Силы добра, они мощные, мы все переживаем. А как все это было с точки зрения орков? Ребята, а в нашей стране, между прочим, это же вещь важная. Потому что, смотрите, в некотором смысле мы же, это они и есть, да? И написал книжку, которую назвал «Последний кольценосец». Это орк «Уничтожил все из вас». Да, это рассказ о том, как все эти события выглядели с точки зрения, так сказать, сил зла. Ну, естественно, как писатель. Вообще Яськов – это профессиональный писатель, да? Он много книг написал, причем замечательных. В том числе он написал книги по своей специальности. А его специальность – это изучение древних пауков. Вот, но он написал книжки не только «Адельфа Буха». Действительно, очень-очень такие замечательные книжки, глубокие и серьезные. Яськов вывернул эту ситуацию просто, что называется, наизнанку. То есть, когда прочитал эту книжку, то полностью приходится к выводу, что Толкин, конечно, написал правду, но на самом деле Гэндальф – это был абсолютно чудовище. И вообще подлый, и вообще он был за силы зла, и так далее, и так далее. Он сумел просто вывернуть всю ситуацию абсолютно наизнанку. Вот. Ну, немножко книжка 18+, получилось у него. Может быть, даже не 18+, может быть, там, не знаю, 49+. Вот, потому что, понимаете, она получилась у Яськова очень такая мрачная. Да, то есть, когда вдруг выясняется, что все вот эти вот там светлые мотивы – на самом деле это была такая гадость, что вообще ни сказки сказать, ни пером написать. Вот, так что вам бы я не советовал, да? Вам бы я не советовал. Но, с другой стороны, когда-нибудь вам все руководит, вот тогда и прочитайте, и, что называется, мрачно посмотрите, да? Пока, наверное, все-таки исходный вариант Толкина, он приятнее и симпатичнее. В любом случае, я себя долго не мог заставить прочитать Яськова. Приятного писала. Так, я почитала. Я почитала с первого раза. Все-все-все. Ну, прослушала. Но вообще Яськов пишет точно талантливо. Ну, и рассказывает хорошо. Единственный недостаток у него – каждый год он рассказывает строго одно и то же. То есть он приходит и каждый год читает одни и те же четыре лекции. Поэтому на самом деле заранее известно, что он прочитает. Правда, с каждым годом он читает все лучше и лучше. Вот, поэтому... Я ему все время говорю, что, слушай, вы представляете, новый выпуск лекций. Нет, не так, как проще. Положено, что в месяце 30 дней тогда получается, что чисел в месяц – 51. Цифра. Да, цифра. Цифра 51. Если делится, да. 51 делится на 3 без остатка. Да. Это будет 17. Если при пересчете высчитывать каждое число, то получается, что закрашенное число будет 13, 22 и 30. Что это означает, я не понимаю? Закрашенное число. Нерождение. Нет, секунду. То есть вы сейчас считаете, что... Это можно считать, потому что если вы считаете, что наша цель – доказать, что единица окрашена, то можно предполагать, что единица не окрашена, да? Но почему вы искренне уверены, что 30-е, то есть последнее число, обязательно окрашены, а вдруг оно нет? В итоге мы тогда можем быть окрашены, либо это я говорю. Почему? Поскольку это разберите на результат. Нет. Ребята, какая есть такая проблема? Это не то же самое, что называется «я утверждаю, а вы нападаете, а я же считаю». Да ничего подобного. Решение должно быть понятно. То есть вы должны произнести аргументы, которые полностью убеждают. А когда вы говорите, что я считаю, что будет 30 дней, и что будут именно эти даты окрашены, это не решение. Я не понимаю, а почему будет именно 30 дней, а почему окрашены именно эти даты? Смотрите, задача при своей внешней абсолютной простоте вдруг оказалась тяжелой. 21 минус 12 – это 9. То есть вот здесь вот у нас между этими числами 18 цифр. Здесь 29 минус 21 – это 9, но тоже 18. Теперь смотрим, сколько здесь. От 1 до 12. Это 24 минус 9. Опа, не получилось. Потому что от 1 до 12 – это 15 цифр. Значит, получается, здесь 15 цифр, здесь 18 и здесь 18. Не получилось. Но это не страшно, что не получилось. Потому что наша цель была получить противоречие, но задачу-то мы еще не решили. Потому что вы почему-то сказали, что в месяце обязательно 30 дней, и почему-то вы посчитали, что 30-е числа обязательно окрашены. Возможно 31, возможно 29, возможно 28. По-разному бывает. Давайте, я просто боюсь, чтобы сенсор просто вообще не поняли еще задачу. И еще раз перечитаю условия. Айрат выписал подряд все числа месяцев. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3 и так далее. До одного из чисел 2, 9, 2, 8, 3, 1, 2, 3, 0. Покрасил 3 дня рождения своих друзей. Известно, что никакие 2 дня рождения не шли подряд. Оказалось, что все непокрашенные участки состоят из одного и того же количества цифр. Докажите, что первое число месяца покрашено. Иначе вы не способны решать. Очень важно. Вы должны понимать, что на этой этой связи не бывает никогда каких-то людей, которые вы не способны решать. То есть никаких выходящих за рамки школьной программы сведений точно не надо. Никаких секретов календаря, прямой связи с Юлией Цезарем, или ищущих секретов не нужно. Все в пределах того, что известно любому нормальному человеку. В общем, количество цифров для 28, 29, 29 и 31 дня. Это легко. Это, соответственно, для самого большого это 53. И, соответственно, по 2 надо отнимать. 53, 51, 49 и 47. Согласен. Пусть наше число, самый маленький день рождения, это однозначное число. То есть цифры. То есть мы не можем 9. Да. Тогда получается 8 на 4. Максимальное количество отрезков это 4. 8 на 4 умножится как? Да. Плюс 1. Почему это? Потому что самая маленькая... Да, да, да. 1 и еще... Плюс 4. Да, 2 на 2, да. Равно 32 плюс 5, то есть 37. 37 меньше чем 47. Значит, не получается. Отлично. Таким образом, если первое число не помечено, то обязательно помеченный это двузначный день. Самый маленький. Да. Помеченный только двузначный. Дальше. Посчитаем количество цифр для 10, 11, 12, 12, 14, 15 и 16. С чем? Не помню, что количество. Ну, смотрите, вот у меня есть 15... Представили, надо шестерку вычесть из 47-49 вот этого. Правильно? Ну, ты их вычитай. Теперь надо посмотреть, какое число в норме натрия дает 41. Нет, либо на 4. Во-первых, на 4 уже не бывает. Да. Потому что все эти числа нечетные. Единственный вариант это, когда на 3 делится. Это какой? 40-45. 45. Замечательно. 45 делить на 3 это 15. Да. Поэтому достаточно проверить для 15. Так, а для 15 это то, что нам здесь начинали рассказывать? Да. Смотрите, напишем до 23. Рядом. Зачем? Тогда там число, когда я отсчитаю вам 15 знаков, будет между днями. Нет, давай считай 15 знаков. Первые 9 отсчитали, это 9. Осталось 6. Вот они уже отсчитали. Правда, 15 знаков. Теперь 13 в кружочек. Это выделенный день. Какой-то день рождения. 14, 15, это 4 знака. 6 знаков. Понятно. А сейчас Коля будет нам объяснять, что 15 это нечетное число. Что 15 это нечетное число, да. Может, вы в это так поверите, Коля? 10. Коля, не надо недооценивать тех, кто тебя слушает. То, что 15 не делится на 2, они знают. Все. Господа, решение все поняли? Давайте я сейчас повторю его. Для тех, кто прослушал. Повторяю. Решение задачи. Слышите меня? Все слышали? Нас просили доказать, что первое число месяца обязательно покрашено. Что это день рождения кого-то из-за результата. Решаем задачу мы методом отпротивного. Что значит методом отпротивного? Предполагаем, что первое число месяца не покрашено. Понятно? Отлично. Предположили. Дальше рассматриваем такой вариант. Предполагаем, что какой-то из вот этих первых 9 дней покрашено. Тогда Коля говорил вам простую вещь. Это надо стереть, потому что это в его решение не входило. И в следующий строчек тоже. И в следующий строчек тоже в его решение не входило. А вот все это ему нужно. Значит, итак. Начал он вот с чего. Если в месяце 31 день, то тогда мы умножаем 31 на 2. Это если бы все числа были двузначные. И вычитаем 9, потому что первые 9 однозначные. Получается 62 минус 9, 53. И вот это он написал сюда. 53. Ну, соответственно, если на один день меньше, то на две цифры меньше. Еще на две цифры меньше. И 28 еще на две цифры меньше. Написал. После этого думает, что бывает, если какой-нибудь из первых 9 дней закрашен, причем это не единица. Тогда первый кусок, он не больше, чем из восьницы. Ну, пусть по максимуму. 80. Кусков не больше, чем 4. Все понимают, что когда у вас есть 3 закрашенных места, то они делят прямую максимум на 4 куска. Замечайте, это 8 на 4. Ну, еще есть одна цифра вот закрашенная. И еще есть дважды 2. Может быть, смущает, но 4 дважды 2 цифра. Вот. Соответственно, 37. Но 37 меньше, чем 47. Если закрашена одна из цифр от 1 до 9, противоречие просто из-за того, что 37 слишком маленький. Значит, закрашено какое-то двузначное число. Ну, хорошо, закрашено какое-то двузначное число. Но вообще-то у нас закрашено 3 числа. Поэтому надо отнимать 6. Вот это он здесь сделал. Он посчитал, сколько всего остается незакрашенных цифр. 47, 45, 45, 41. Если незакрашенных промежутков 4, то тогда нужно делить на 4. Но эти числа вообще нечетные, на 4 не делятся. Значит, промежутков незакрашенных должно быть ровно 3. Ну, замечательно. На 3 из этих чисел делится только 45. Значит, делим. Прям делим. 45 делить на 3. Получаем 15. Вот. Отсчитываем просто. Можете проверить. Пальцем посчитать. 15 цифр. Значит, у нас закрашено число 13. Но когда вы берете дальше двузначные числа, то 15 не получится. 14 меньше, чем 15. 16 больше. 15 нечетное число. Значит, мы получили противоречие. 15 тоже невозможно. Все понятно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова